Добрый вечер дорогие друзья! Приветствую вас на сервисе ВОК ТВ. Заключительный матч группового этапа для женской сборной Беларуси в квалификации к чемпионату Европы 2025 года со сборной Кипра. Очень скоро начнется стадион имени Михаила Миски, город Белиси. Меня зовут Андрей Ильеня. Ну и сейчас, конечно же, по традиции прозвучат гимны. Да, приветствие капитанов. Сегодня футбольная сборная Беларуси и Кипра вывели на футбольное поле, соответственно, Анастасия Леник и Сара Пападопулу. Кали представляет она клуб Лев Катея. Надеется на то, что хорошее, самое лучшее наша команда матч проведет. Удар-поворот там наносит сейчас Анастасия Леник, но этот выстрел блокируется. Еще одна попытка пробить Зотан и Сас на сегодняшний день. Во всяком случае, самое место. Леник прострел делает и вмешивается в ход игры защитницы. Еще один удар поворотом и пенальти. Безусловно, с босникой не согласны. Ну вот, мячик Шупо попадает. Ну и в руку капитану Николона против Анастасии Шупо. Удар-поворот там и белорусские открывают счет. Очень уверенно реализует пенальти Анастасия Шупо. Этого легче проводить. Смотрим повтор. В правый от голкипера угол мяч Анастасия Шупо отправляет. Мне кажется, что Мария Матфау не гадала, а действовала по удару. Да, вот не бросалась она в какую-то из сторон заранее. Шупо. Еще один момент. Удар поворотом Анастасия наносит. Видимо, мало ей одного гола в этой встрече, но как раз-таки по позиции. Неплохо атака сборной Беларуси развивается по правому флангу. Шлопакова. Шлопакова прострел делает, но мяч таки не доходит до Анны Пилипенко. Большие испытания для любой команды, но благо, что есть. Остается, во всяком случае, у нас неплохой шанс. Шупо. Была она в положении вне игры. Да, снова, наверное, Насте нужно быть. Потому что сейчас она вне игры, но помнится мне, что всегда-всегда то Динамо БГУФК, то сборная Беларуси, в общем-то, ее опасались. И таким вот образом наша команда забивает второй мяч. Довольно курьезный гол, согласитесь, друзья. В какой-то минуте у нас счет становится 2-0. Давайте разбираться, что тут у нас произошло. Вот не знаю, Манюкова. Нет, это... Да. Объявляют, что забивает Дарья Манюкова с передачи Карина Ильховик. Да, действительно. Давайте еще раз смотреть. Вот эта подача пошла. Да, ну и головой все-таки меняют направление. Полет мяча Дарья Манюкова. 2-0, сороковая минута. И настроение болельщиков сборной Беларуси становится еще лучше. Ну, наверное, по-другому быть не могло. А, ну, САС. Ну, а Андрея Эвстратию вышла на футбольное поле. Вот, к сожалению, не заметил я. Ну, вот так. Шупо. Делает прострел. С мячом встречается Карина Ильховик. Судя по всему, так и есть. Две ударные силы, главные в женском российском футболе. Но я думаю, что на прежней позиции Локомотив хочет вернуться. Удар по воротам. Еще становится 3-0. Карина Ильховик. 55-я. Минута. Это разгром сборной Кипра. Счет пока вот у нас повторяется тот, что и был в апреле, когда вот на территории сборной. И мы что с, по-моему, с Юлией Слесарчик, если я не ошибся, сейчас беседует на наш генеральный секретарь, я не думаю. Плохо на шупой. И здесь, конечно, спринт остается за белорусской. Уходится над соперницей. Прострел. Удар по воротам. И мяч в сетке Валерия Белая делает счет уже 4-0 на 65-й минуте. Ну и каким там касанием эту голевую передачу Валерия Белая сделала в матче. Первым, вторым, третьим. Очень она полезной в этой атаке оказалась. Да, не передачу, конечно, мяч проводит Валерия Белая, а передачу делает Анастасия Шупо. Ну и там, наверное, если бы не Белая, то к мячу подоспела бы и тоже его отправила точно по назначению Милана Суровцева. Просит передачу Суровцева и ее получает. Вот Богдан Суровцева штрафной. Прострел делает, пыталась снова на опережении быть. Ну, розыгрыш на сей раз. Вот капши Пилипенко. Мяч возвращает Ольге. Нет положения вне игры. Это тоже важно. Пилипенко смотрит штрафную площадь. Подача, удар головой и не забивает, к сожалению, я веду, конечно, легионерок. Ну что, кто там, Капша или Черленок исполнит этот штрафной удар? Может быть, белорусские зайдут и на пятый мяч? А почему бы и нет? Мы не будем против, точно. Черленок, подача и мяч в ворота заходит. Это Алина Черленок на девяностой минуте. Все-таки делает счет очень-очень красивым. 5-0. Мяч. Давайте смотреть еще раз. Вот такая вот подача у нас пошла. Да, ну и я думаю, что все-таки это ошибка вратаря. Но, безусловно, безусловно, сборная Беларуси должна играть в другом дивизионе в Лиге Би. Это повтор гола Алины Черленок. Капша, еще один аут. Мяч приходит Карире Льховик. Ну и последний свисток в этом поединке дает вес на Милетич. Сборная Беларуси одерживает сверхуверенную победу над Киприотками со счетом 5-0. И таким образом с максимальным результатом завершает групповой этап отборочной кампании. Эту встречу для вас комментировал Андрей Ильеня. Всего доброго, Беларусь, с победой. Беларусь, с победой.